Всем хеллоу, с вами Санчоус, и наконец-то я могу в полной мере заявить, что рад за Хоэ моддинг сообщества, потому что оно определённо взяло правильный курс. За полгода уже второй глобальный сабмод к глобальным модам про человека, чьи брови были уже столь чёрны, как и зубы, а также самого главного хейтера мелких пернатых, нефритового стержня, товарища Мао. Для меня это прям как подарочек на Новый Год. Вот не понимаю, зачем вообще нужны всякие дяди Адди и прочие неудачные кулинары. Если есть челик, который творил примерно то же, но больше, дольше по времени и прикольнее. А если всё это засунуть бы так уже шизовый мир, то получится ещё веселее. Ох, чё, тут насррали информацией начальной. Зачем им вообще понадобился портрет грузовичка? Вообще, по лору ТНО, Мао и Чан Кайшига в каком-нибудь финальном эпизоде этих ваших бурятских мультиков, героически превознемогая орды японских захватчиков, погибли в какой-то китайской мухосрани. Но в этом сабмоде, как я понимаю, товарищ главная китайская коммунистическая жаба вовремя включил пролетарскую смекалочку и свалил куда подальше. По старинке теперь сидит в своих горах, где и дышится легче. И вот все вот эти вот капиталисты-нацисты-либералы своими унылыми хлебалами вид не портят. Как и вся прочая сволочь. А зловредная милитаристическая епошка не захотела нас добивать, потому что да ну нафиг им это надо скакать по корам за полудикими, практически безвредными коммунистическими партизанами. Самураи считали, что они и так там друг друга перегрызут, что на самом деле оказалось не так уж и далеко от истины. Против нашего восстания против угнетателей епошек восстали китайские мусульмальчики, которых мы сами угнетаем. Но вы понимаете, у коммунистов с Поднебесной дела с исламом как-то сразу не очень задались. Поэтому придется максимально жестоко давить мятеж, и никакой аллахблесец тут не поможет. Почему у меня какие-то хреноменхи наидиши горят? Уэй, б***я! Пожалуй, никогда еще понятие панель управления космолетом так хорошо не описывало происходящее на экране. Это похоже на какую-то вирусную рекламу для китайского средства от простатита на Алиэкспрессе. Какие-то горящие стрелочки, какие-то тиды довольные и недовольные. И это, если что, основная механика на всю игру. Это буквально так же важно, как фокусная ветка, но может быть чуть-чуть важней. Типа правительственного экрана или что-то вроде этого. Во, еще больше китайцев на один экран. Stop it, get some help. Это тут такие разные фракции типа имеются. Даже демократики есть. Зачем тут вообще хоть кого-либо раскачивать, кроме маоистов? Я, короче, решил все-таки потратить свое бесценное время на начальный экран. В общем, зря я это сделал. Главное, я так и не понял, как Кайшик связан с этим сраным грузовичком. Вот примерно с таким еб***ом сидел и все эти кулстори пролистывал. Но что самое интересное, они даже не дописаны, блин. Короче, не будьте таким дебилом, как я, и не читайте эту бесполезную хрень. Бедные китайские коммунисты настолько бедные, что они, блин, даже до сих пор не придумали одежду. Неудивительно, что борьба с японцами закончилась немного не так, как им хотелось бы. Хотя чего еще ожидать для страны, у которой промышленная база это парочку скал и бесконечная промерзлая пустыня, у которых даже есть какой-то бюджет, но он как бы соответствует. Надо потихонечку из всего этого говнеца выпутываться. О, у нас как отдельная снаряга минометы есть. А не, это наш артиллерия заменин. Спасибо, что есть хоть такой. Э, не понял. Маоисты с муслимчиками еще не до конца разобрались. А уже собрались с Монголией что-то там решать. По-хорошему, там японские коллаборанты должны достаточно быстро незаконный митинг местных аборигенов разгонять. Но в сабмоде в этот замес подключаются китайские коммунистики, поэтому ситуевина будет поинтересней. Ну и чтоб точно скрипты не поломались, Минзяну еще и в довесок все дивизии удалили. Правда, это все равно не помогло туземцам разобраться со своими проблемами быстрее, чем я с мусульманчиками. Больше уже некому будет просить Мунцураева включить. А кто все-таки попросит отправиться в лагерь дружбы товарища Мао и коммунистической партии? И больше у нас проблемок с этими чуваками не будет, потому что, скажем так, их и так хватает. Мао тут успел еще и великий прыжок вперед совершить. Правда, скорее по нынешнему положняку это оказалось падение вниз нахуй. Попытались раскачать свою экономику с помощью нейтрадиционных методов до уровня хоть какого-либо. И на удивление получилось даже хуже, чем было до этого. Сейчас вообще, блин, обанкротимся и конец всем мечтаниям о великом Китае. Ох уж эти коммунистики. Могут взломать то, что уже и так максимально сломано. А это еще что за херь? И при чем тут нуклеар вар? Это типа походу про то, что только ядерными бимбочками можно нашу центральную базу серьезно задамажить. Правда, насколько это нужно будет япошкам атомно бимбардировать пустые горы без промки тоже вопрос хороший. Но параноидальным маоистам необходима полная защита и от этого. Они, сука, одежду для своих солдат еще не придумали. Но при этом планируют построить гигантское противоатомное бомбоубежище. Не, ну а че бы и нет, пусть будет. Надо же чем-то развлекаться в перерывах между социалистическим угнетением нацменчиков и прочих меньшинств. Ну еще можно всякие пропагандистские кинчики поснимать. Думаю, даже у нищих маоистов оно будет лучше, чем современное российское кино. О, наконец-то. Междумонгольская кровавая резня закончилась, а значит, товарищу Мао время устроить новую. Конечно же, можно попробовать и договориться, но прикол мирного пути в том, что под конец ситуация меняется и он тоже превращается в военный. Так что лучше сразу готовиться. И походу, пока мы с этим разбираемся, надо назаранее выбрать, как мы следующий мажор еще срешать будем. Какая-то там административная неинтересная фигня. Либо еще больше сужать властный спинктер тоталитаризма, либо оставить хоть какое-то самоуправление. И, конечно, первое звучит куда более по-маоистически. С Монголией есть небольшая проблемка, их армия, блин, лучше нашей. Даже пару грузаков из говна и балок умудрились сделать. А ездят они, наверное, на перебродившем кумысе. Поэтому придется применить пролетарскую смекалочку и использовать секретную ниндзя-технику деревни дагестанских кирпичных заводов. С коммунизним их производителя и будем требовать немедленной капитуляции. Как мне нравится, это маоистская дипломатия. Правда, и тут мы умудрились оп***улиться. Глав Монгола в ходе похищения случайно застрелили. Я не понимаю, это социалистический фронт освобождения по борьбе с японскими захватчиками? Или семейный комедийный ситком? Монголы, естественно, от таких новостей приходили и объявили нам войну. Чё-то они как-то резко, я даже армию границам подвести не успел. Хорошо, что у нас есть свои анально-социалистические рабские монголы, кстати, с неплохой армией. Но относительно месилого бомжей где-то в жопе Китая. Придется, блин, срочно изымать у крестьян кривозубых овец и садить на них красноармейцев. Конечно бы кони тут больше подошли, но их уже мы у всех у кого можно понаотнимали во время восстания мусульманчиков. Победоносная красная китайская армия. Хотя по итогу даже этого хватает, чтобы победить бедных монголов. И вот она еще одна победа коммунизма. Правда, походу полностью Монголию мы не объединим, так как ее восточную часть Василевский контролирует. Мы ж к нему не полезем. А нет, полезем. Все-таки произойдут кое-какие unexpected ивенты. Спасибо товарищу Мао за эффективную борьбу с коммунизмом. А может мы по пути еще и Дуву вернем? Она ведь тоже когда-то китайской была или что-то типа того. Но это, по идее, должно уж точно все скрипты сломать. Да, мы реально с советским ревизионизмом боремся. Василевского уже наверняка задрали все эти постоянно приходящие с востока милитаристические челики, которые не могут жить без западной Монголии и, блин, ты вы. И никакие артолётики... А лётики... Не помогут. Бедный мужик. Очень похабудистический, очень социалистичненько. Краснознаменная советская армия решила, походу, вообще в бой не вступать, кроме одной дивизии. Разумный ход. Остальные, похоже, уже продались за скудные маоистские бабки. Вот теперь вся Монголия вернулась в родную китайскую гавань. Правда, нахрена нам это надо и что с этим теперь делать? Ну, кроме очевидной вот Эвереткост тотальной зачисточки. Опять что ли? Сука, мусульманчики. И не успели им, походу, в достаточной мере лагерей дружбы понастроить. Раз уж дружбы не получится, будем делать что-то повеселее. Походу, они решили поднять восстание, только чтобы нам чуть-чуть поднасрать. Два коня мобилизовали, а на больше средств не хватило. Мне вот интересно, а епошкам вообще пофигу, что у них под боком такая гигантская скотина разжирела. Больше, блин, подконтрольного Китая. Лично я бы на их месте начал чуть-чуть волноваться. А маоистам пора делать выводы и последствия из всего того говна, что случилось. Да вы, блядь, заебали уже. Опять проблемы с мусульманчиками. Но в этот раз хотя бы не на наших территориях. А в лагере дружбы Хатан, где заседает национал-коммунистический Манченгинденинг. Недобитки пытаются сбить его с истинного маоистического пути и что-то там свое хотят натворить. Какая мелкая какашечка, но так сильно воняет. Сплошняком проблемы и прочие маджорищусы. И на этого тоже покушаются. Зря все-таки епошки не решили дальше на запад через горы долбиться. Если бы они все здесь тотально вырезали, было бы определенно лучше. Ну уж точно гораздо спокойней. Что не день так похищения или покушения на какого-то важного политического хрена. И это еще не говоря о межнациональной, межконфессиональной резне на классовой почве, которая вообще нон-стопом идет. Мао Цзэдун настолько мощный, что может даже применить культуру отмены к Аллаху. Да простит меня Ютуб за такие слова. Совсем страшные дела начинают происходить, когда в этом движе появляется Казах. Ну и по стандарту уже выборы. Судя по хойговским мадам, они постоянно связаны с каким-то пиклицом. О, а вот мы и с Монголией определились, что делать. Сделали бессосмысленную марионетку, от которой не будет никакой пользы. Ну, хотя бы на них можно будет скинуть проблему бунтующих против оккупации туземцев. Так, ну с катанским лагерем вроде бы разобрались. Только не сильно понимаю, нахрена нам союзник на 8 тысяч рыл в пустыне сраной. Но раз уж можно, то пусть будет. Погодите, так бы ж по идее спасли регион от хаоса. Соседушки наших национал-коммунистических дружочков решили на них подушнить. Ну чё, поможем тогда ещё разок, всё равно делать нечего. Снаряги им там пришлём. Хоть и самим не хватает ни хрена. А ведь ещё надо поддерживать демократическую большевистскую республику в Алтае. И не добровольных добровольцев туда засылать. Всё равно у этих додиков без меня ни хрена не получится. Синь Цзянь теперь тоже в полном составе познал дружбу с Великим Китаем. И вот уже подкатился ещё один Мажор Ищус. Чё на этот раз? Выборы среди выборов среди выборов. Тут даже какая-то USSR-факшн есть. При том, что самого USSR-а уже давно нет. Этот чел уже точно где-то был. Короче, я не буду думать и разбираться в новых механиках, а просто по старинке продолжу восхвалять суприм-лидера Мао. А Мажор Ищус? В этот раз на повестке дня захват ещё одного никому не нужного китайского бедного варлордика. Жалко только, что этот карапуз, по сути, последний из своего рода остался. Чахлая, еле работающая маоиская машина войны просто не может остановиться. А нет, может. Пора хоть немного, хоть чуть-чуть чем-то полезным позаниматься. Раскрутим рыночек. Да, товарищ Мао здесь что-то типа, по сути, капиталиста. Он уже пробовал с планчиком, и теперь надо, чтобы хоть какое-то хозяйство в регионе осталось. И ещё большим количеством решений насрали. Мда, товарищ Мао прям совсем на себя не похож. Он даже хочет, чтобы людям было что есть. А нет, я неправильно перевёл сначала. Наоборот, он ещё больше еды будет у населения отжимать. Ну тогда всё окей. Ух, сколько мне ВВПшечки подгоняют. Я перестану быть нещуганским бомжом и стану просто бомжом. И ещё чуть-чуть, вот совсем, и можно идти с епошками воевать. Вау, у коммунистов наконец-то появится одежда. Революционные достижения, которые даже и не снились буржуинским ретроградом. Такими темпами, может, даже перед следующим вторжением сможем вооружить армию чем-то лучшим, чем одним черенком от лопаты на троих. И тем японским. Вот стоило лишь пару месяцев посидеть в мире, и там, где раньше были тупо ПГТ с горами, по которым скакали парочку голодных коммунистов в обносках, и уже какие-то шараги открываются. Что замечательно, ведь студентату можно будет сразу отправить п***ня собирать картошку, попутно местных дикарей просвещая. Его идеи, на удивление, почему-то работают. Что это такое, сука, градостроительный симулятор? Я думал, мы в этой фигне Fallout Shelter косплеем. Прошло лишь полтора года, а я уже перестаю понимать, что здесь происходит. Шо? Кого? Какие-то китайцы решили и без нашего национал-освободительного движения национально освободиться. А епошки в ответ на это проводят Special Military Operation. И это даже с супер-эвентиком. Как-то многовато в последнее время отсылок в ТНО на всем известные события появляется. Ух ты-пух ты, под епошкинские китайцы еще и что-то протестовать пробуют. Всех посадить за клевету на императорскую армию. Они там так-то спасают бедных чайнизов от биолабораторий ФН. Опять в Пекине ничего не происходит. Офигеть, они просто взяли и отделились. Я тоже хочу в движи поучаствовать задолбало, как дебилу в горах сидеть. Выращиваю, блин, картошку или чё там у этих китайцев вместо картошки. Кстати, епошки в своей смо таки смогли достаточно быстро все свои задачи выполнить, в отличие от вы сами знаете кого. Дигитализация на территориях Китая идет согласно планам. Следующим на очереди, я так понимаю, Пекин будет. А, ну давай. В этот раз даже самой епошке не пришлось вмешиваться. Всю работу скинули на пуишку, который будет возвращаться в свой родной дворец. Вообще приколдесно, что тут еще какой-то движ происходит, помимо моего. Теперь Пекином правят манчжурские кавалеристы. Окей, чё. Нашли, конечно, время, чтобы разобраться с бедностью. И залечивать синяк от коммунистических граблей, в которых мы за всей дури долбанулись. Можем продолжать обдумывать злодейские наступательные планчики. В этот раз чутка поразумнее, чем раньше. В кои-то веки народ вместо того, чтобы восставать против нас, восстает за нас. А вместо кавалерии на отжатых усилюков-овцах полноценная горная пехота появляется. О, тут не только мне, оказывается, фокусы сделали. У завоеванного Сычуани еще есть мелкие, бесполезные, но хоть какие-то. Правда, нахрена они вообще нужны, если я их сейчас буду аннексировать? Ну, по идее. А чё, ша, Новый год? Чё-то немного не похоже. Как Мао отметил каникулы, вы узнаете уже в следующий раз. А ну а пока, пока, пока.